Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С вами Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Капремонт идет к вам. В Чуваши отремонтируют 252 многоквартирных дома. Добро пожаловать или сотрудники прокуратуры проверяют детские оздоровительные лагеря. Маленькие звезды. В столице Чувашии прошел гала-концерт фестиваля детского творчества. 252 дома. Столько многоэтажек планируют капитально отремонтировать в этом году в Чувашии. Большинство из этих домов нуждается в ремонте кровли. Ее заменят в каждой второй многоэтажке. В каждом третьем доме отремонтируют систему канализации, водо- и электроснабжения. В целом потратить на ремонт домов, которые включены в краткосрочный план, планируется в 813 миллионов рублей. На конец мая работы уже начались на 65 объектах. Закончить все должны к 1 октября. Впрочем, есть и такие дома, которые попали в план на ремонт по ошибке. 14 многоквартирных домов подлежат исключению из краткосрочного плана, так как в ходе проектирования мы и осмотр домов установили, что в данных домах капитальный ремонт не требуется, так как эти дома были, эти конструктивные элементы, которые включены в план, были уже отремонтированы ранее. Глава Чувашии порекомендовал фонду капремонта и Минстрою Республики тщательнее контролировать данные по домам, которые подают муниципалитеты. Также руководитель региона поинтересовался, насколько добросовестны подрядчики, которые выиграли аукционы на проведение работ. Впервые в этом году все объекты будут застрахованы на случай банкротства подрядной организации, отметила Олимпиада Епифанова. В селе Шихазаны Канажского района приступили к строительству Дома культуры. Это очередной объект, который будут возводить в рамках приоритетной программы. Село Шихазаны районный центр и пока единственный, где нет собственного Дома культуры. Построить его местные жители просили давно, но средств в бюджете муниципалитета не хватало. На помощь пришла федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». По этой программе сегодня строится очень много объектов. Все мы про них постоянно говорим. Ремонтируются школы, садики, строятся дороги, строятся фельдшерские пункты, дома культуры и много других интересных программ. Грантовая поддержка, местных инициатив и так далее. Также в этом году еще пять домов культуры будут открыты. И на сегодняшний день объявлен новый конкурс на 2019 год. На реализацию проекта выделено свыше 50 миллионов. Возвести новый клуб подрядчики намерены раньше намеченного срока, в июле следующего года. Будет отличный комплекс, будет отличный клуб, где селяне могут провести досуг. Тем более здесь такая будет площадка для отдыха, что действительно для селян это нужно. В администрации района обещают, что Шахазанский ДК ничем не будет уступать столичным домам культуры. Местные жители готовы поделиться своей радостью с будущим поколением. И заложили капсулу с пожеланиями потомкам. То, что у нас было на 200 мест деревянное здание, он уже давно снесли его. 10 лет с лишним мы живем без дома культуры. Дети или в Сиделью ездят, или в Сиделью ездят, чтобы только где-то проводить досуг. Жители села Шахазана уверены, что Новый дом культуры станет центром притяжения. Здесь уже готовятся к аншлагам. Зрительский зал сможет вместить сразу 300 человек. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В минувшее воскресенье 3 июня жители ряда избирательных округов Чувашии довыбирали депутатов в Государственный совет, Чебоксарское городское и сельские собрания депутатов. В Государственный совет выбирали депутата по Ядринскому одномандатному округу номер 9 вместо Николая Малова, который стал депутатом Государственной Думы страны. Победил Владимир Николаевич Иванов, который набрал почти 76% голосов избирателей. В Чебоксарское городское собрание выбирали депутата в избирательном округе номер 3. В выборах депутата Чебоксарского городского собрания депутатов участвовало 7 кандидатов. Из них Наталья Юрьевна Евсюкова, выдвинутая политической партией «Единая Россия», поддержала 2105 избирателей. Это 61,78%. Результаты объективные. Победили те кандидаты, которые больше хотели, больше старались, лучше агитировали, которых знают люди по их делам. Александр Цветков отметил высокую для такого уровня выборов явку. Аграрии завершили пассивные работы, а это повод для национального праздника Акатой. В эти выходные его отметили в Канажском районе. Для гостей подготовили развлекательную программу, выставку достижений и спортивные турниры. Лучшим из лучших по итогам весенней страды вручили награды. К этому дню ребята готовились не одну неделю. Сводный хор школьников муниципалитета – лучший номер концертной программы на празднике «Песни и труда». Энергетикой юных артистов заряжаются все, и даже депутаты. Все внимание гостей было приковано и к этому платью из газетной бумаги. Сегодня я иду на свадьбу к подруге, вот думаю, в этом же платье пойду. Так оригинально на Агадуи презентовала себя газета «Канашкень». К празднику здесь подготовили специальный выпуск о передовых хозяйствах муниципалитета. Чтобы стать к читателям ближе, в редакции осваивают и ноу-хау. Теперь в тираж выходят и номера в формате дополненной реальности. Если специальное приложение на смартфоне привезти, отнесли к телефону, газету можно будет не только читать, но и смотреть, и выводить изображение и видео на телевизор. Очередными героями газеты станут обладатели госнаград. Трактористу-машинисту Валерию Артемьеву глава республики присвоил звание заслуженного механизатора Чувашия. В одном хозяйстве все время, 25 лет, разными должностями работал, начиная водитель, сварщик, энергетик. На Агадуи вручают награды и лучшим хозяйствам. В лидерах по итогам посевной агрофирма «Пионер». Здесь продолжают водить в оборот залежные земли. Залежные земли в этом году планируются где-то порядка 50-55 гектаров. Развиваемся, но хотим выйти на устойчивое развитие. У нас предприятие молодое. Михаил Игнатьев отметил, что нынешней весной аграрии поработали достойно. Всего было засеяно порядка 20 тысяч гектаров. Главная задача – собрать богатый урожай. Хочу особенности подчеркнуть. Развиваются очень хорошо личные подсобные хозяйства, которые обеспечивают сами себя продовольствием, а излишки продукции продают. Вот за этот ответственный благородный труд хочу выразить слова благодарности. Пасмурная погода праздник не испортила. Здесь, на поле, вблизи деревни Осква, проходили турниры по футболу и борьбе кирижу. Гостей угощали национальными блюдами. Праздник земледельцев минувшие выходные отметили и в других регионах. Самара, Ульяновск, Санкт-Петербург – не только. География довольно обширная. В этих городах действует национально-культурная автономия. И уроженцы Чувашии стараются чтить свои традиции. Это один из старинных обрядов. Вот так наши предки сажали картофель. На поля выходили в национальных нарядах и с молитвами, чтобы лето было щедрым на дожди. Раньше только начали мужики сажать. Женщины – это только потом. Если дома хозяйства женщины не было бы, все равно начали, соседей пригласили, из другой деревни пригласили. Вслед за канажцами на этой неделе Агадой отметят и жители других муниципалитетов. Дмитрий Говалев и Александр Петров. Республика. В Нижегородской области создается учебный центр патриотического воспитания ПФО «Гвардеец». Соглашение о взаимодействии по этому вопросу подписали полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель ДОСАФ России Александр Колмаков. Подростки из регионов округа смогут получить в центре начальную военную подготовку. На базе «Гвардейца» планируется проведение обороны спортивных лагерей, сборов для спортивных школ и секций. Предусмотрена программа дополнительного образования. Робототехника, радиоэлектроника, армейский рукопашный бой, кроссфит, экскурсионно-познавательный туризм. Первая задача, первая цель, которую мы здесь преследуем, это создать учебную материальную базу для прохождения пятидневных обязательных сборов учащихся в средних учебных заведениях и общеобразовательных школах. Понятно, что значительная часть этих ребят это будут ниженародцы. Мы будем к этой работе и эту материально-техническую базу предоставлять для обучаемых из других регионов округа. И потом, соответственно, эту модель будем дальше тиражировать в других регионах, может быть, создавать аналогичные центры. В последние годы в стране активно реализуются такие военно-патриотические проекты, как оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», военно-спортивная игра «Зорница по Волжье». След поисковых отрядов никто не забыт. Сборы и финалы этих мероприятий тоже запланировано проводить на базе нового учебного центра. Там же будут обучать и педагогов, которые преподают начальную военную подготовку. В загородных лагерях Чувашии началась первая смена. Родители, отпуская детей на самостоятельный отдых, должны быть уверены в их безопасности. Как она обеспечивается в детском оздоровительном лагере «Звездный», выясняли сотрудники прокуратуры республики. Посторонним вход воспрещен. Первый человек, которого встречаешь в «Звездном» – охранник. Чужого в лагерь не пропустят. Оборудовано специальное помещение, в котором ведется видеонаблюдение за всей территорией лагеря. Здесь же автоматическая пожарная сигнализация. У нас здесь камеры видеонаблюдения представлены. То есть лагерь 24 часа в сутки под наблюдением. До открытия лагерной смены «Звездный» прошел проверку всех надзорных органов. И сейчас сотрудники прокуратуры убедились, что дети под хорошим присмотром. Но все же руководству лагеря было рекомендовано заменить деревянные заборы на более надежные. А вожатым напомнили, что они в первую очередь отвечают за безопасность детей. Вопросы безопасности наших детей – это главный вопрос, в принципе. Начиная от питания и кончая безопасностью жизнедеятельности всего. Поэтому мы надеемся на вас. Вы молодые, горячие, ответственные люди. Поэтому думаем, все в ваших руках. Я сам был вожатым. Я прекрасно знаю, что бывают такие моменты, когда хочется с детьми пойти в поход куда-то, провести с ним труд-тропу, интересное мероприятие. Да, бывает. Но перед этим мероприятием я советую вам 10 раз подумать. Если вы не уверены, что по итогам этого мероприятия с детьми не будет все нормально, то лучше пожертвовать какими-то внутренними амбициями, какими-то возможностями лишний раз удивить детей, но зато сделать так, чтобы все были живы-здоровы. Всевожатые перед работой прошли подготовку. Конечно, в первую очередь они отвечают за безопасность детей. Но кроме этого делают отдых ребят интересным и познавательным. Мне здесь больше всего нравится то, что каждый день какое-либо мероприятие, каждый год что-то новое. Мне нравится, что тут каждый вечер проводится либо какой-нибудь конкурс, либо дискотека, либо кинофильм. Еще мне очень нравится, как тут в столовой готовят, нравится, как тут все организовано, как здесь красиво. Три-четыре, наш отряд! Элли-орки! Первая профильная смена собрала в звездном юных художников из всей Чувашии. Мы учимся в художественной школе, у нас специальное направление в этом лагере. У нас проводятся пленеры, они очень интересные. Нас учат рисовать, еще лучше закрепляем мастерство. На вторую смену лагерь ждет юно-армейцев. Алые паруса, а стой! Алые паруса, а стой! Алые паруса, паруса, а стой! Пусть, пусты, 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 пусты! Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Новые звезды. В столице Чувашии прошел гала-концерт фестиваля конкурса детского творчества. Кто победил и получил главный приз, знает Юлия Важенина. Воспитанники десяти детских садов почти месяц показывали свои таланты на сцене торгового центра «Мадагаскар». Пели, танцевали, читали стихи. Каждый из выступающих доказал, что он настоящий универсальный артист. А самые яркие номера ребята повторили на гала-концерте. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя все получится. С блестящими звездочками на груди не по-детски зажигали юные таланты из 103-го садика. Кстати, именно из их выступления в гала-концерт вошло больше всего номеров. В брюках цвета хаки, матросках и голубых беретах на сцене артисты из 160-го детского сада. Этот танец у них один из любимых и на вопрос, что такое ВДВ, отвечают без запинки. Глаждустно-дистанционная ложка. Нам на сцене выступать понравилось. Мы очень любим танцевать. Номера на родном языке – отдельное направление фестиваля. Почти каждый детский сад показал песни и танцы под чувашскую музыку. Были и те, кто сделал на них акцент. Например, детский сад номер 95 единственный представил чувашский вальс, попури из народных песен в исполнении педагогов и девичий дуэт с популярной среди детских садов чувашской песней. Песня «Песня» Песню учили долго, целый месяц. Выступать было сегодня страшно, мы боялись. Мы очень сильно переживали, все на нас смотрели. Мы хотим занять первое место. Кстати, в конкурсе участвовали дошкольные учреждения не только из столицы Чувашии, но и из районов республики. Например, детский сад «Радуга» приехал из села Янсиково с большой группой поддержки. Песня «Песня» Перед жюри фестиваля стояла сложная задача. Выбрать из всех этих артистов воспитанников только одного детского сада, который получит главный приз. В итоге кубок победителя «Шведская стенка» и большой торт от информационного партнера фестиваля национального телевидения Чувашии отправились в 95-й столичный детский сад. Все очень хорошо прошло, очень много талантливых деток, очень активной педагоги и самодеятельность в наших садиках, хочу сказать, вообще на высшем уровне. Мы просто переполнены положительными эмоциями от того, что нам получилось, у нас получилось создать такой праздник. Итак, победитель конкурса определен, а его участники зарядились хорошим настроением на год вперед. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным, так что все желающие могут уже сейчас начать придумывать новые номера. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. О таком ухудшении погоды завтра, 5 июня, предупреждает гидрометцентр Чувашии. Будьте внимательны, берегите себя. Это вся информация на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин